Азет, приветик. О, привет, критик. Счастливого сочельника. О каком счастье ты говоришь? Я только что видел худший праздничный фильм всех времён. Зомби Санта жрёт Иисуса? Хуже. Это так плохо, что я не сплю ночами. Это будет преследовать меня ещё долго. Если бы меня так не пояснило, я бы начал галлюцинировать. Привет, критик. Галлюцинирую. Ты говоришь? Да. У тебя есть Найкул? Тю-тю-тю. Адистинское дерево 2013 фильм какой-то, да? Видимо, да. Про который мы с тобой не слышали. Да. Видимо, это что-то очень отборное что-то. Что-то очень арт-хаусное. Возможно. Привет, я ностальгирующий критик, я это помню, так что вам не обязательно. И сейчас я вам сочельника. По крайней мере, так было. До того, как я узнала о существовании этой богомерзкой гадости. Вот именно, я нашел его, я нашел абсолютно худший рождественский фильм всех времен. Бесповоротно, никаких сомнений, чтоб я сдох. Имя ему «Рождественское древо». Ну, название нормальное. Ну да. А, это тринадцатый год, точно? Он такой старый. Это точно тринадцатый год. Если вы о нем раньше слышали, то он умеряет все большую популярность, как... Вы угадали? Худший праздничный фильм всех времен. Актерская игра? Отвратительно. Анимация? За гранью бедноты. Сюжет? Что за уюбок, чей мозг был прооперирован мертвым хомяком? Слушай, он говорит, анимация за гранью бедноты. И я вспоминаю мультики, которые Акар на разбор берет. Да. Помнишь там где... А помнишь от МЧС эти мультики, которые там были у Сындука? Спасаева, проспасаева. А еще более-менее. Там еще, да, нормальный графон. Помнишь эти волшебники как там... Дети против волшебников? А там 3D вообще. Да там пиздос. Ужас. При помощи ржавого напильника будет достаточно глуп, чтобы позволить выйти этому. Это, возможно, единственный рождественский фильм, где буквально все сделано на 100% абсолютно неправильно. И я имею в виду все. Нет слов, чтобы описать, насколько все плохо. Это нужно видеть. Вы ведь за этим здесь, не так ли? Вас интересует неизвестное, загадочное, необъяснимое. Для этого вы здесь. И сейчас впервые мы передадим вам полную историю того судьбоносного дня. Мы дадим вам все улики, основанные только на секретных показаниях тех отверженных душ, что выжили после ужасающего божьего суда. Происшествия. Места. Друг мой, мы не можем держать в секрете это более. Да начнется кара виновных, да вознаградятся невинные. Мой друг, устоит ли твое сердце после шокирующих фактов о рождественском... Да, устоит, потому что мы стреляли дети против волшебников обзора. Да. Нам уже ничего не страшно. Просто, понимаешь, он как бы до такого еще не докапывался. Он же там свои местные фильмы и мультфильмы рассматривает, понимаешь? Да, да, деревья. Давайте узнаем. Все начинается с клишированного рассказчика, читающего клишированную книгу, что напоминает больше словарь частей Тетриса, нежели разборчивую литературу. А тоже тринадцатый год? Как будто, знаешь, там... Это слэйд-шоу. В шестидесятых. Ага. Движение! Я думал, что... Извините, такое крайне редко происходит в этом спецвыпуске. Да? Смотри, просто комиксы. О, движение! Рука! Дети, очевидно, нанюхались выхлопных газов, чтобы родить такую серую безинтересную идею. Помимо этой тщательной инспекции, мы также видим, что теперь денежные переводы... Фар такой заходит, показывает мальчику и девочку. Смотри, они одеты. Красиво. Хорошо, ни слова больше. Возьми мои деньги. И были заменены на большие мешки с деньгами. Эй, кому нужны все эти бумажки, когда у вас есть валюта из утиных историй? Ну, ты не делаешь ситуацию лучше, оставляя в кадре их голые тела. Спасибо. Итак, миссис Мавильда тратит все свои деньги на игру в покер со своими дружками, и дети продолжают страдать из-за этого. Она даже не позволяет им оставить у себя пса по имени Лакрица, и отдает его живодерам. Что не то с этим пацаном? Это циклянная гифка. Но этот просто трясет башкой, как психопат. Флекс. Да. Ха-ха-ха. Наложим-ка на это хэви-метал. То-есть да. Нормально. Надо было еще вот такого сделать, да? Курочки. О-о-о-о-о! Позже мы видим семью, приехавшую в город и ищущую работу. И они идут к мэру, что наверняка находится вне его юрисдикции, но опять-таки он держит свои деньги в мешках. И он говорит им, что муж может работать на лесопилке, но он должен жить в домике без своей семьи. Однако, он предложил семье пожить в шато Деппи-Дюн, где миссис Мавильда может взять мать по имени Джуди своей компаньонкой. Хоча врача. Дэвид Духовный подмет аквалоном может показать больше эмоций, чем Эппи. Узовите врача. Ну. Я пойду проверюсь у доктора, являюсь ли я еще клинически живым. Итак, миссис Мавильда объясняет, что дети Джуди должны жить так же, как и остальные дети в приюте. Я извиняюсь. В общем, сказала им сори. Какого черта это было? Я извиняюсь. Моя другая личность иногда меня прерывает. Нет, это не так. Затнишь, Леха! А зачем вообще будут мамки собирать? Я достану вас, мои застывшие странно-мигающие милашки! И ваши повторяющиеся два кадра анимации тоже! Итак, дети Джуди пытаются понять, смогут ли они вписаться. Смогут, они точно так же не двигаются. Крифово! Это должно быть милым или сатанически гипнотическим? Сейчас должны еще достать что-нибудь на жизнь, а? Но их пугающие улыбки, похоже, срабатывают, и они пытаются узнать друг друга лучше. Да. Чё? Они реально взяли ребенка на звучку, походу. Слышишь? Да, я не знаю, есть ли это ребенок режиссера, продюсера или даже агента по кастингу, но я абсолютно уверен, что она не проходила ни одного прослушивания. Она технически не убивает искусство человеческой речи, но она то зерно, что вырастет в ужасающий дуб. Кстати, дети знакомят Джуди со своими друзьями, дерево по имени Миссис Хоупфелл и их собаку Лакрицу. И в зачет девке Мямли, ни один из других детей не получит какого-либо человеческого уважения с такой игрой. Я научился говорить три дня назад, и, судя по Крейкли, стоит о всё, что нужно, чтобы быть в этом фильме. Мы украсим её, её мёртвыми братьями, чтобы напомнить, что неважно, какой милой она бы не была, она всегда будет лишь инструментом. Почти как вы, детки, в этом фильме. Итак, мэр видит детей и Джуди вместе, и решает, что они заслуживают ещё денег. У него что, был флэшбэк из Вьетнама на секунду? Мэр, в этом чеке написано «два мешка денег»? Так и есть, два полных мешка денег. Мистер Мэр, мне нужно знать примерную сумму, чтобы понять количество... Я пользуюсь мешками денег! Ладно, мы возьмём мешки денег. Отлично. А теперь, простите, меня ждёт моя машина. Это было так быстро, и даже не слышал шагов. Она что, телепортировалась в комнату? Итак, мэр хочет принести новую одежонку для детей в качестве подарка на Рождество. Но дети не знают, что такое Рождество. Поэтому Джуди объясняет. Эмм... У них-то родителей нету. Да, они самые удачные. Они сироты. Эмм... Неловко. Ладно. Что эта девочка приняла? Она глотает слова, будто запойный алкаш. Итак, она говорит... Она просто очень маленькая, ведь он говорить не может совсем. Простое желание. Нет, не это, но это многое бы объяснило. Итак, дальше идёт сцена, где все дети желают, чтобы произошло что-то хорошее. Но, как это ни странно, пока эта сцена идёт, они мечутся туда и сюда между этим и игрой Мовильды в покер. И это смонтировано так убого, что обычно мы наблюдаем игру в покер в течение всего пары секунд. О-о-о-о. Ммм... Ммм... Чего? Чё, серьёзно? А, это типа она за кадром рассказывает. Чё, серьёзно? Это всё? По-моему, это не всё. Они вроде ещё не закончили. Ладно. Зачем показывать эти две сцены одновременно, если вы не показываете больше, чем пару секунд из них? Может быть, вставим ещё пару криво сляпанных сцен? О-о-о, может быть, если у нас есть немного денег, я могу показать, что она ещё все деньги профукает в покер Мовильда. Ха-ха-ха. Я не хочу, чтобы дети играют в окно. Ты лучше осуществляйся. Потому что ты не хочешь, чтобы мэр, видеть их без новых цветов. Как ты敢... Все, правильно! Теперь ты знаешь. Ты только согласилась? И теперь, ты лучше осуществляйся, чтобы ты не скажешь ему что-то. Или ты и твои дети выходят в холоде. Теперь ты поймёшь эти дети обратно в окно. Пока мой мозг не захватит ещё одна личность. Итак, Джуди рассказывает детям плохую новость. Ты знаешь, новые цвета, которые мы просили тебе? Ну, я боюсь, что ты не сможешь получать их. Я знаю, я знаю, но ничего не может делать. Это не право, миссис Кинзо. Пожалуйста, дети, не сделайте это больше тяжело для меня. Я имею в виду, господи, дети, вы задумываетесь лишь о себе. Почему вы не думаете обо мне, думающей о вас, думающих о себе? Но миссис Мавильда считает, что Джуди теперь слишком большая, поэтому она решает найти способ избавиться от неё. Ну, может, для начала встанешь со своей сраной кровати? На дворе час дня, ленивая сука, двигай жопой. О, как оригинально. Когда это было? Мы никогда этого не видели. Хорошо, она говорит о настоящем человеке? Или мы предположим, что это ещё одна личность, что находится у неё в голове? Эта женщина заставляет игры разума выглядеть как догонялки. Итак, она звонит своему прихвостню. Да, у неё есть прихвостень, с акцентом и прочее. И велит ему обвинить Джуди в краже чего-нибудь. Но одна из девочек слышит это и говорит остальным детям. И они решают, что нужно что-то сделать. Мы не можем просто здесь, без того, что мы можем сделать. Что это за твоя мама? Она тоже в опасности. Что это значит, женщина? Она знает, где его офис. Ты знаешь, где его дом? Какой дом? Чего дом? Зортер, твоя имитация человеческого дитя никого не обдурит. Проклятье! Я достану вас в следующий раз, тупые примитивные людишки! Говоря об озвучке, большая ирония заключается в том, что все дети очевидно озвучены ужасными актёрами-детьми. Но одна девочка на самом деле озвучена 18-летней. Ого! Выросла как... Взрослая. А, не заплывай. Чё-то слишком большая. На заметку. Либо плохие взрослые актёры, либо ужасные дети актёры, либо инопланетяне, маскирующиеся под детей, чтобы захватить вселенную. Итак, дети решают, что Чада Джуди должны идти и привезти помощь. И угадайте, кого? Сан-танту? Сан-танту, конечно. Ага, почему нет? Логично, да? Вы хотите сказать, что они живут на обезглавленном имбирном прянике? Да, совсем похоже. Сан-танту, это сказал бы... О, что за долбоёбское корреспство? Ножки! Ручки! Да. Ну, он лает. Очевидно, это можно перевести как то, что он знает, где Северный полюс. Вот ведь юмый поганец, не так ли? Интересно, а что он ещё знает? Эй, Лакрица, скажи, мы одинокие во вселенной? Вау, знаешь, почему умные люди всё ещё смотрят, бывает и хуже? Вау, ты знаешь, кто на самом деле убил Кеннеди? Боже мой, ответы всегда были на виду. Я должен идти в полицию и доложить. Мир должен знать. Мир должен знать. Я на секундочку. Что? Ещё одна реклама? Ну, это будет быстро. Просто хотел рассказать, что на awesomestore.com мы уменьшили сцену на DVD, а также на... Может, у неё было? ...картины из благотворительных поездок. А, да? Также это продолжится до первого числа следующего года. Итак, вы можете... Хорошо. Возвращаемся к шоу. Угу, хорошо. Хорошо. И да, вы умрёте, если не узнаете, что... Это он так нас проклял, получается? Итак, дети Джуди вместе с Лакрицей идут искать Северный полюс. Эм, она внизу, пацан. Ты пялишься в пустоту. Посмотри вниз. Пожалуйста, посмотри. Не хочется на неё смотреть. О, молодец. Но на пути они встречают пару сложностей. Например, Балу из книги джунглей. Медвежья необходимость. Я нуждаюсь в ваших задницах. Простая необходимость медведя в смерти. Ой, Лакрица уже сдох. Господи, даже не сделали медведя полярным. Даже Санта-Клаус захватывает марсиан. Сделал это правильно. Ну, такой фильм, что это? Как она там делала? Чёрт тебя делит. Ты на грани жизни и смерти. Выдвини много, блядь, эмоций, мелкая пизда. Даже подыхай, мне плевать. Врача, врача. Да, да. Успоткнулся в собаку? Думать, я довольно тупой медведь. Лили! 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 Господи, Иисус и пацан. Может, кто-то пытаешься сделать что-нибудь? Мне так похуй на тебя, Лили! Боже мой, я бы жалкообразами при помощи ягодиц, если просто бы узнал, что ассистент, или служащий, или режиссёр, или кто-то сказал бы, может быть, блядь, может быть, мы сделаем ещё один дубль! Иисус и всемогущий, нам покажут хоть кого-нибудь, кто может выразить долбанные эмоции. Во! Узна может. Да. Слезь, я... Слишком. Я на истеричке не орут так громко, как ты. Ты так звуковой барьер пробьёшь? Я не думаю, что на микрофоне есть функция долбанутая, сука. Дисторция какая-то уже пошла. В её случае. Итак, миссис Молильда приказывает своему прихвестню срубить дерево. Вы простите, миссис Хоупвелл. Они создали такое сильное присутствие, что я даже удивлён, что забыл. А дети выходят на улицу и пытаются остановить её. Надо было себя приковать там наручниками к дереву. Скажи им пилу. Пила! А разве тут не был снег секунду назад? Кстати, да. Ха, бздец. Нормально. Покер. Жесть. Мамми, мамми. Но где Лили? Где она? Она умерла, мамми. О, Господи, что ты имеешь? О, Господи. Откуда мужик взялся? Взялся! Он все на лесопинке работал. Я случайно материализовался тут прямо сейчас. Ха-ха. Да, я бы точно так же отреагировал, если бы вы думали, что мой маленький ребёнок умер. Итак, мэр на месте, и он узнаёт обо всех тех ужасных вещах, что миссис Мавильда вытворяла. Что случилось с тем, что я был донателем? Почему Мавильда не купил игрушки для них? И смотри на них. Они выглядят, как они не были новые clothes в годы. А, о чем он переживал из-за инспекции? Вы знаете, то, как ему наплевать на то, что дети находились в смертельной опасности? Ведь куда важнее, чтобы будет видеть инспектор и снять его с должности. И ж бирателям не любят, когда их политики ассоциируются с мертвыми детьми. Э-э-э-э, эти ведь ещё живы, да? Так, неужели мэр медленно превращается в голос Садома Сэндлера? Сэндлер уже разрушил один праздник, и я не думаю, что этому мультику нужна в этом помощь. Но миссис Мавильда хватает бензопилу и пытается закончить дело. Я сейчас выпилюсь. Мне сейчас мужика запилят. О, ноу. Ёбаные святоньки! Мораль истории, не пытайтесь наебать, миссис Хупл. Я знак сатаны. Все те, кто возжелали пришествия зла моего, будут вознаграждены. Чё, это реально мультика? Нет, нет, это критик подложил. Но ещё было бы прикольно. Вон, Санта прилетела. Это Санта её ёбрала, что ли? Это Санта поджарила твою бренную плоть, женщина. Ура! Своего Рождества? Ура! И Рождество, и покорный класс. А Санта что, Тора какой-то? Чё, новая митерация? О, Лили, я так рада, видела тебя! Я не забрала Санта! Санта, смотри! Отдал ребёнка Лили! Смотри на лицо Санты! Я так рада, видела тебя! Он вообще просто картинка перерисованная с Кока-Колой. Посмотри, как он смотрит ещё такой. Да, я дал Лили. И пугающий упоротый Санта с этим согласен. Смотри, Санта с ума с вами. Что за херня у меня на рукаве? О, видимо, я так тоже умею. Ладненько. А, он специально раскидывает с парашютиков. Подарочки. У Санта со страшным голосом теперь нет времени посещать каждый дом индивидуально. Теперь он просто делает ковровую бомбёжку с воздуха. Надеюсь, что тот, кто поднимет подарок с утра, будет рад этому или типа того. И всё заканчивается хорошо. Смотрите, даже миссис Мавильда каким-то образом лежала в этом. И каким же, блядь, образом тебе это удалось? Чудо-рождественское. Конечно, тамолния заткнула ей мозг, она постоянно ссыт под себя и считает себя куриным богом, но в остальном с ней всё в порядке. Ммм, полагаю, это ваш высосанный из пальца месседж, да? Не, всё, норм. Отлично, отличная работа. Отличная работа, спецвыпуск. 45 минут. 45 минут, как целая вещь, но всё так круто. Каждый персонаж, каждый. Мне всё так нравится, всё так отлично, всё так было классно. Мне вообще нужно объяснять, что тут нет особо. Это довольно очевидно. Ужасная режиссура и ужасная анимация. Но, вот в чём дело. Многие утверждают, что это анимированный вариант фильма «Комната». Фильма, который настолько гибнотически плох, что даже хорош. И, в некотором роде, они действительно правы. Это может быть очень забавным и временами вызывать смех. Всё настолько неловко и странно, что вы просто не можете не смеяться над этим. Но проблема в том, что это рождественское кино. Рождественское. Хорошенько вдумайтесь в это. Это то время, в которое даже худшие праздничные выпуски хотя бы пытаются показать что-то весёлое или трогательное, потому что они знают, какое это прекрасное... Ну, тут трогательно. Дети были без одежды, сиротки. А потом Санта одежду наколдовал. Вот, плохую тётю с бензопилой наказал. Дипа Санта Брэмарова. Да. Время года. И чем же фильм заканчивается? Ага. В этот праздник люди совершают благотворительность по всему миру. И они дают столь многое тем, у кого почти ничего нет, и не ждут ничего взамен. Они делают это потому, что знают, что это правильно, и это время празднования всего хорошего в мире. И чем заканчивается этот фильм? Это то время года, когда люди остановили войну. Потому что послание доброй воли было так сильно. Смотри, даже Филиппом забыл. Знак для людей перестать ненавидеть, убивать, перестать распространять. Блин, на самом деле, так жёстко было, когда они потусили потом все вместе, а потом после на следующий же день снова. Да, и потом продолжили стреляться. Вообще. Кто бы то ни было, кроме мира и любви для каждого человека в мире, этот праздник настолько могущественен. Итак, просто чтобы убедиться, что... У нас, наверное, тоже не Рождество, а Новый год, самый классный праздник в году, да? Да. Вот самый атмосферный, все магазины, весь город всегда украшаются. Ни на один праздник так не украшают, как на Новый год, да? И все вот эти гулянки, и у всех какое-то настроение. И оно, знаешь, даже атмосфера начинается прям чуть ли не за месяц до самого праздника. Спецвыпус, он понимает, какой праздник он представляет. В чём же, по-твоему, смысл Рождества? Да, ведь это Рождество, это Рождество, ты понял, спецвыпуск, ты, блядь, понял, нет, нет, не понял. И вот почему это худший спецвыпуск, я объясню, потому что это не суть Рождества. Суть не в тупой морали, которую швыряет тебе в конце, знаете? Суть даже не в том, чтобы любить, давать, делиться, и всё в таком духе. Это часть сути, но есть нечто больше, чем это. Знаете, что это? Я расскажу, что такое Рождество. Рождество — это вложить усилия. Это значит прикладывать усилия ко всему, что вы делаете. Это значит прикладывать усилия к любви, прикладывать усилия к подаркам, потому что любой может дать что-то, купить что-то за миллион баксов, если вы богаче, или ничего, если вы бедный, но... Боже мой, это те усилия, что вы прикладываете. Если вы подарили что-то, что очень важно для другого, это усилие. Или сделали кому-то что-то, что он даже не подарил, что хочет, это усилие. Ну, это не то, что усилия, наверное, будут правильные, да? А как забота? Тебе это покажет свою заботу? Да? Свою какую-то доброту. Эмпатию. Эмпатию, милосердие, что-то такое. А только усилия, как будто наоборот, тебе напряжены. Как будто знаешь, что это... Господи, надо что-то подарить. Надо что-то сделать, но я так не хочу. Нет, тут имеется в виду, что ты наоборот, что ты хочешь порадовать человека, и прикладываешь для этого усилия, чтобы порадовать. Знаешь, типа, ломаешь голову, там, упаковываешь, например, ну, если касаемо подарков, что ты прикладываешь свои усилия, да, свои какие-то там эмоциональные силы денежные. Это внимание! Приклассу усилия к таким вещам. И это совершенно нет в этом спецвыпуске. Они просто слепили это вместе. Им было насрать. Такое нельзя делать на Рождество. Нужно попытаться. Нужно попытаться сделать хорошо, потому что это то, что мы делаем. Это вложить силы в то, что больше тебя. И когда кто-то поздравляет тебя, даже с праздником, который я не праздную, из-за иной религии, он поздравляет меня с Ханукой. Я желаю ему счастливого Рождества. И знаете что? Мы будем рады этому, потому что мы оба делимся тем, что больше, чем мы сами. Это значит приложить усилия. И это чудесно. Ну, я не знаю. Мне когда в Вайбер присылают картину с какой-нибудь там троицей, я не радуюсь, потому что я думаю... Я уже сто раз сказала, что я, допустим, атеист, и так получается, что люди как будто просто им пофиг на то, какое я верой либо не верой, и они как будто ложили большой болт на мои желания, и хотят мне впихнуть, получается... Христианина поздравляла с каким-нибудь исламским праздником. Ну, да, или там с Ханукой, например, да, то есть ты, ну, как бы, я не знаю, другой человек может расценить себя так, что типа, алё, чел, я как бы другой религии, ты что, не помнишь, что ли? Ну, то есть, как бы по-разному, каждый себя толкует. Невероятно! И это значит вкладывать усилия в Рождество, делиться чем-то столь великим и удивительным. Давайте я покажу вам кое-что. Давай, оператор, следуй за мной. Знаете, всё дело в усилиях, потому что это то, чем мы здесь занимаемся. Мы пытаемся все сделать это вместе. И празднуем мы тоже вместе, и мы стараемся вложить усилия во всё хорошее в этом мире. Вот как эти ребята. Взгляните, сколько усилий они прикладывают. Невероятно! Идите сюда, ребята. Это те, кто работают за кадром, в кадре, они так стараются, так хорошо работают. Ребята, вы такие замечательные, и наши зрители смотрят на вас сейчас. Хотите ли вы им сказать что-нибудь на канун Рождества? Счастья, здоровья всем! Ну ты так поздравлялась с праздниками! Потому что так тебя поздравляют. Да, да. Счастья, здоровья. Нет, ты тоже так знаешь? Там типа, алло, бабушка, привет, с днём рождения, короче-то, счастья, здоровья, пока. Так вот. С Рождеством, мистер Банни! У тебя есть подходящая цитата? Эм, нет, на самом деле. Но, как и в Человеке Года, мы всегда стараемся стать лучше. И не напивайтесь. Вот видите, вот это усилие, даже цитата из фильма звучит так искренне, так убедительно. Вот это усилие. Я люблю вас, ребята, вы офигенные. Но это не всё. Мы продолжаем. Мы показываем больше, чем... Кстати говоря, Рождество и вот об этом парне. Это оператор, мой брат. Он так много работает. Умир, похоже, да? Да, похоже. Ты столько трудишься, на тебя столько смотрят людей. Что ты хочешь пожелать им? Удравайся на него. Счастливого Рождества? Давай, ты же можешь лучше, давай. Счастливого Нового Года. Да ладно, больше, чем это. Грязные животные? Да боже мой, неужели у тебя нет слов получше, чтобы сказать что-то наканун Рождества? Ладно, хорошо, это... Не догадаюсь. Тяжело прочувствовать рождественский дух со всем этим духом коммерциализации, но если задуматься, Рождество — это не куча вещей, которые нужно купить. Отношение, дух — это что-то внутри тебя, в твое сердце, когда 2000 лет назад был рожден человек в конюшне, не с подарками, елкой и прочим, а в бедности, блин. И ты видишь это каждый день, когда этот ребенок делает что-то хорошее для своей бабушки, или, ну знаешь, когда мы даем вещи бездомным. И все-таки пришли, типа... Это... И это повсюду, это... Это везде. Вокруг. Это все. Это император. Пока не падут горы и не развернутся небеса. Ладно, ладно, держи камеру. Это похоже на монолог идущего к реке, честно говоря. Пошли, пошли. Пошли отсюда, пошли. Ладно. Он вроде в Чикаго живет. Во что-то большее, чем ты. Я говорил уже, приложить усилия. И не обязательно тебе... И тебе не обязательно быть, ну там, христианином. И быть религиозным. Нужно просто верить людей. Я видела много икон. И поэтому так здорово. Вера, в лучшем человеке. И прикладывать усилия, чтобы стать лучше. Они рядом живут, может быть? Это вот... Так, в смысле, они, походу, у них там гараж или маленькая пристройка, где у них прям студия, они там, походу, работают. Видел, и все. Это не для его родителей. Об этих двоих. Да. Это мои мама и папа. Да, похож, смотри. Похоже усилий, чтобы упростить меня. И на маму глазами. И они так хорошо с этим справились. Вот этот человек пошел служить на флот, чтобы прокормить нас, а мама... И мама такая улыбка сейчас должна соединить, да? Действительно, я могла быть оперной певицей. Зачем я понял? Жизнь будет посвящена этому. И это так невероятно. Это и есть Рождество. Это доброта. В этих двоих так много доброты. Итак, папа, тебя видят сейчас столько много людей. Ты хочешь сказать что-нибудь аудитории сайта в канун Рождества? С Рождеством всех вас. И самое главное, запомните, у нас грандиозное снижение цен в магазине. 15% скидки на все товары. Ну ладно, я все. Вот такой у меня отец. Вот такой он человек. И вы видите, откуда у меня такое ужасное чувство юмора. Но тем не менее. Он потратил столько... Давай. Но он так много трудился, чтобы вырастить нас. Он такой жизнерадостный и такой оптимистичный. И я так люблю его. И, мам, у меня есть вопрос, который я хочу задать именно тебе. Ведь ты такая любящая и такая чуткая. И есть очень много людей, которые не ассоциируют Рождество с чем-то хорошим. Может, у них не так много друзей, маленькая семья. Они могут проводить праздник одни. Им тяжело. И Рождество такая замечательная пора. И я знаю, что чувствуешь это. Это так же, как и я. Что ты можешь сказать тем, у кого не так удалось Рождество, как у нас. Знаете, это то время года, когда вам стоит найти того, кто одинок или кому тяжело, и сделать для них что-то хорошее. Потому что, когда вы делаете так, вы и сами чувствуете себя не таким одиноким. Это идеальное время, чтобы делать что-то для других. Блин, так как у нас такая тоже есть приколюха, больше нравится дарить подарки даже, чем получать. Да? Причём это такая достаточно эгоистичная тема. Кажется, ну, ты же даришь подарок, ты же, типа, делаешь что-то хорошее. Но, по сути, ты хочешь увидеть, чтобы этому человеку подарок именно понравился, чтобы были его эмоции, и тебе от этого стало хорошо. Ты сам себе покупаешь, и получается... Приятные эмоции. Такая реакция. Ну да, реакция на подарок. Типа того, так и получается. Куда? Да. И от этого получаешь такие приятные эмоции. Вот. А печально, когда, допустим, ты там даришь подарок, и человек, допустим, при тебе не распаковывает, ты не видишь эти эмоции. Или, допустим, ему не понравилось, например, такой, давай, давай, я зачем покупал? Распаковывай. Не только о себе. Это так мило, мама. Чтобы, знаешь, не было так неловко, к помощи мы смотрели Бенедикта Камбробейща, как реагируют на херовые подарки. Что такое? Смутиба большая. Этот фильм сосёт, ребята. Ну, я люблю вас. С Рождеством. С Рождеством. С Рождеством. Так, там должна быть ещё какая-то сцена. Да? Да. Ролик озвучен студией Вейлэнд Тим при поддержке онлайн-магазина комиксов Комикс Трайт. Или ты была сцена. Не знаю, сейчас подождём до конца. И Наталья Винтер. Жмите «Мне нравится», подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Блин, оформляемся, такое, на самом деле, древнее-древнее, да? А может, и остроили древнюю? Ну, это «Перезали» два года назад был. То есть, видео достаточно старое. Очень старое. Да. Спасибо вам большое, ребята. С Рождеством вас. Кто это нахрен такой? Понятия не имею. Понятно. А, не к тюре. Да? Типа, это не родители. Нормально, хорошо.